Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Комиссии горсовета готовятся к февральской сессии. Транспортная полиция отметила «Профессиональный праздник». Конкурсно-игровая программа для десногорских школьников. В спортивной школе пограничники соревновались с моряками. А теперь об этих и других событиях подробнее. В украинском городе Житомир собирают подписи под петицией о разрыве побратимских отношений со Смоленском. Причина тому – конфликт между Россией и Украиной. Петиция, размещенная во вторник, собрала 28 подписей из 250 необходимых. Около пяти тонн яблок уничтожили на полигоне ТБО под Смоленском. Продукция прибыла из Республики Беларусь без фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция измельчена и уничтожена путём захоронения. В городском совете прошло заседание комиссии по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан. О том, какие проблемы по рекомендации депутатов вынесены на рассмотрение февральской сессии, смотрите в нашем сюжете. Депутатам предстояло решить, какие основные вопросы они должны вынести на февральскую сессию. Всего обсудили семь вопросов, напрямую касающихся жизни нашего города. Депутаты приняли проект решения о внесении изменений в устав Десногорска. Это связано с изменениями, которые внесены в федеральные нормативные акты. На ближайшие сессии народные избранники примут предлагаемые изменения и назначат дату публичных слушаний по ним. Кроме того, изменения будут опубликованы в газете. Я предлагаю всем неравнодушным жителям нашего города ознакомиться с ними и направить свои предложения в городской совет. Наряду с другими вопросами членами депутатской комиссии был заслушан доклад начальника отдела полиции Десногорска о работе за 2015 год. Этот вопрос, как и все остальные, решено вынести на слушание, которое всегда проходит перед сессией. Дата проведения февральской сессии пока не определена. Следите за новостями вместе с нами и будьте в курсе событий. 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов. Причём, эта экологическая дата считается днём защиты не только китов, но и всех живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот день был учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел. Жители области скоро смогут пожаловаться на дорожный ремонт на горячую линию. Сейчас обсуждается техническая составляющая работы горячей линии, оговаривается формат и периодичность её работы. Как только горячая линия начнётся свою работу, смоляне смогут позвонить и рассказать о том, как проводится ремонт дорожного полотна на том или ином участке или как не проводится. 18 февраля транспортная полиция отметила свой профессиональный праздник. В этом году ей исполнилось 97 лет. Под наблюдением линейного отдела нашего региона находится вся Смоленщина от границы с Белоруссией до границы с Московской областью. Об основных обязанностях и жизни отдела вы узнаете из нашего сюжета. Сотрудники транспортной полиции ведут борьбу с преступностью, обеспечивают порядок на объектах железнодорожного и воздушного транспорта. Основную долю преступлений на территории обслуживания ЛОП составляют преступления имущественного характера. Чаще всего это кражи личных вещей у пассажиров в поездах дальнего следования. Такие преступления тяжело раскрывать. В последнее время техническая оснащённость отдела улучшилась. При несении службы сотрудниками транспортной полиции используются автоматизированные базы данных, которые позволяют ускорить процесс выявления и раскрытия различных правонарушений. На железнодорожном вокзале станции «Смоленск» установлены рамки металлоискателей для досмотра граждан. Это помогает предупредить террористические акты. С профессиональным праздником всех сотрудников транспортной полиции Смоленской области поздравил начальник управления Николай Елизарьев. От себя лично, от всего личного состава линейного отдела на станции Смоленск хочу поздравить с профессиональным праздником всех ветеранов, бывших сотрудников, весь личный состав линейного отдела на станции Смоленск. Пожелать хочу всего самого наилучшего, здоровья, успехов в труде. В честь 97-летия образования транспортной полиции ряд сотрудников будет поощрен грамотами. В Смоленской области стартовала операция «Пешеход». Профилактическое мероприятие, направленное на снижение аварийности с участием пешеходов, пройдёт с 18 по 23 февраля. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать в тёмное время суток светоотражающие элементы, не выходить на дорогу из-за припаркованных машин, а также не переходить проезжую часть вне пешеходных переходов. Пять случаев незаконного отстрела лосей выявлено на территории нашей области всего за два дня с 12 по 14 февраля. По две самки лося в Починковском и Сафоновском районах и один самец до года в Вяземском. Во всех случаях виновные установлены, ведётся следствие. В настоящее время всякая охота на лося наказывается лишением свободы до двух лет с выплатой причинённого государству ущерба. 23 февраля вся наша страна отметит День защитника Отечества. В преддверии праздника мужества в городском центре досуга для десногорских мальчишек были организованы конкурсные мероприятия «Солдатушки, бравы, ребятушки». Мы побывали в городском центре досуга 17 февраля. В этот день помериться знаниями и солдатской подготовкой пришли ученики трёх шестых классов из четвёртой школы. Конкурсная программа состояла из восьми этапов. В них ребята показали свои знания об армейской жизни, попробовали одеться как настоящий солдат за 15 секунд, посоревновались в меткости, ловкости и физической подготовке, а также продемонстрировали, какие они галантные кавалеры. По итогам самыми мужественными оказались мальчишки из А-класса. На втором месте команда класса Б. Третье место у команды В-шек. Переходим к новостям спорта. 20 февраля в Смоленске встретится московский «Спартак» и «Автодор Смоленск». Один из лидеров первенства России по мини-футболу принимает на своей площадке гранда отечественного мини-футбола – московский «Спартак». Матч пройдёт во дворце спорта «Юбилейный». Болеем за наших! А в Десногорске в спортивном зале «Полимер» проходят игры первого финального тура первой лиги чемпионата России чемпионата ЦФО по волейболу среди мужских команд 2016 года. В течение трёх дней с 19 по 21 февраля играют команды из Смоленска, Калуги, Россоши и Десногорска. Приглашаем горожан на волейбольные баталии поддержать нашу команду. О том, как поздравили своих пап с Днём Защитника Отечества воспитанники детского сада «Чебурашка» в нашем следующем сюжете. Под весёлую песню «Лучшие друзья, взрослые и дети» в зале спортивной школы построились две команды мальчишек и их пап из детского сада «Чебурашка». Так традиционно дети поздравляют отцов с Днём Защитника Отечества. В этом году спортивные соревнования прошли под лозунгом «Есть такая профессия – Родину защищать». Поэтому команды носили боевые названия. Одни стали пограничниками и назывались «Зоркий сокол». Другие решили быть моряками с гордым названием «Девятый вал». Спортивные состязания чередовались песнями, стихами и танцами, которые дети дарили своим родителям. Дух командных состязаний в весёлых эстафетах сменялся номерами, которые объединяли всех участников. Задорные выступления заставляли болельщиков буквально пускаться в пляс. Соперники оказались равны по силам и в нелёгкой борьбе победила дружба. Жюри вручило награды всем участникам. Счастливые лица говорили о том, что праздник удался. Новости культуры. Музей природы и экологии Смоленска в рамках «Года кино» проводит семейный час. Для юных посетителей организуют просмотр познавательных мультфильмов, а также проведение конкурсов. Семейный час проходит с февраля по май, каждое воскресенье. 23 февраля, в День защитника Отечества, телеканал «Моя планета» покажет две премьеры документальных циклов об истории России «Земля героев» и «Бастионы России», один из фильмов которого посвящён истории Смоленской крепости. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова